Ну что, Саш, готов пофестивалить? Всегда готов, тем более лето не за горами, самая жаркая фестивальная пора. Ну хорошо, фестивальщик, сейчас мы тебя проверим на знание самарских фестивалей. Ну давай. Правила простые, ты видишь подсказку на экране и определяешь, что это за фестиваль. Ну это элементарно, это Сызранский помидор. Отлично, ну давай следующий. Давай что-нибудь посложнее. Ага, гитара, ну ты что, за кого ты меня принимаешь, Катюш? Это Грушинский фестиваль. Правильно, давай что-нибудь посложнее сейчас тебе покажем. Ну-ка. Так, это набережная, Волга, соответственно, фестиваль набережных, Волга-фест. Ну все логично, и давай еще один. Давай закрепим наш успех. Это пластилин, соответственно, фестиваль называется Пластилиновый дом. Пам-пам, ура, поздравляю. Доброе утро, губерния, с вами в студии знаток самарских фестивалей Саша Кондрать. И также организатор одного из самарских фестивалей, и еще, к тому же, моя соведущая Катя Перка. Саша, ну раз ты так отлично разбираешься в фестивалях, то я думаю, ты сегодня зрителям все расскажешь, а я в стороночке постою. Так, так, подожди, подожди. Что? Ты что, фестиваль Леня решила закатить? Нет, нет, нет. Давай-ка по фестивалям сегодня вместе. Ну раз вместе, тогда и с жителями губернии. Заодно узнаем, как они фестивалят. Ходить на фестивали. Фестивали, проводить фестиваль. Праздновать какой-то необычный праздник. Где куча эмоций позитивных, много народу веселятся. Может быть, что-то отмечать, праздновать. Если перевести, так сказать, на современный манер, ну, потусить. Проводить фестивали. Фестивалить, танцевать, праздновать. В принципе, веселье, всякие конкурсы. Веселиться, развлекаться, радоваться жизни. Что-то вроде народного гуляния, организованного. Большое скопление народу, очень громкая музыка, очень весело, задорно, все ярко. Вообще, как бы слово фестиваль, это значит какое-то мероприятие яркое, радостное. Мы привыкли, что фестиваль — это праздник, а ходить на него нужно нарядным. Но есть такие фестивали, на которые лучше надеть что-нибудь ненужное, потому что придется, ой-ой-ой, как попачкаться. Один из таких фестивалей — это «Латоматина». Он проходит в Испании. Это битва томатами. Около 150 тысяч помидоров распределяются среди 20 тысяч участников, которые бросаются ими в друзей, врагов и просто незнакомых людей. После страшной битвы, которая длится ровно час, по красным улицам расходятся счастливые красные человечки. Сызерскому помидору на заметку, кстати. Еще один фестиваль, на котором не грех запачкаться, — это Холи. Холи — старинный индуистский праздник, также известный как фестиваль красок или весенний фестиваль. Подготовка к празднику начинается ночью. На улице горят костры, которые очищают воздух от злых духов. А утром начинается веселье. Все кидаются цветными порошками, обливаются водой, поют и танцуют. Но, наверное, самый грязный фестиваль — это фестиваль морской грязи в Южной Корее. Дело в том, что там грязь отличается богатым содержанием минеральных веществ и очень полезна для кожи. Так что участники фестиваля с удовольствием вываливают в грязи друзей, незнакомцев и обмазываются грязью сами. Да, у нас такой фестиваль каждый раз после дождя. Будет ли сегодня грязевой праздник — узнаем у синоптиков. Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Самарской области во вторник. Температура воздуха в середине дня повысится до плюс 18 градусов. Температура ночи достигнет 2 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западной со скоростью 7-12 метров в секунду. На севере и западе плюс 10, плюс 13, на востоке и юге до 15 тепла. В Самаре столбики термометров за день поднимутся до 18 градусов тепла. В ночь воздух в городе остынет до 9, осадков не ожидается. Показатели атмосферного давления поднимутся и покажут 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Саш, а если можно было бы на любой-любой-любой фестиваль в мире отправиться, ты бы куда хотел? Ну пусть это будет бразильский карнавал, ты только представь себе. Яркая самба, зажигательная феерия из-за различных ярких костюмов, театральное представление. И вообще этот фестиваль длится 4 дня и 4 ночи. В нем принимают участие около миллиона человек ежегодно. Я бы точно стал королем карнавала. Ну а я бы отправилась, наверное, в пустыню Блэк-Рок на фестиваль Бернинг Мэн. Только представь, посреди пустыни вырастает целый фантастический город. Полный произведений современного искусства и арт-объектов. Некоторые из них, кстати, сжигаются создателями прямо во время фестиваля. Там ездят сотни машин самых невероятных форм. Люди входят в безумных костюмах, путают день и ночь и просто наслаждаются жизнью. Как будто на другую планету попадаешь. Ну и есть еще один способ попасть на другую планету, поучаствовать в фестивале Комик-Кон. Там даже можно завоевать какую-нибудь галактику. Фестиваль полностью посвящен фантастической поп-культуре. Комиксам, играм, книгам, фильмам по мотивам научной фантастики и фэнтези. Именно здесь можно встретить наиболее красочных персонажей в фантастических вселенных. Тут тебе и Бэтмен, и Халк, и Чудо-женщина. Класс. Ну, после такого фантастического веселья можно что-нибудь спокойное и трогательное отправиться. Например, на фестиваль небесных фонариков в Таиланде. Тысячи светящих огней поднимаются в звездное небо и отражаются в зеркале воды. Боже, как романтично. У меня есть такой фестиваль, на котором я мечтаю побывать, но, увы, никогда не смогу. Фестиваль Woodstock состоялся в 1969 году, когда меня еще и в помине не было. Woodstockская ярмарка музыки и искусств стала одним из самых культовых рок-фестивалей. Как же жаль, что меня там не было. Ну, не грусти, Саш. Взбодриться тебе помогут простые движения. Поехали. Доброе утро. Сегодня с вами фитнес-клуб «Физкультура». У нас будет тренировка «Мускултоник». Мы проработаем крупные мышцы нашего тела. Ну что, поехали? Для этого нам потребуется подибар. Первое упражнение мы выполним на мышцы ног. Ставим плие. Ноги широко. Дышим. Глубокий вдох. Опускаем таз вниз. И выдох. Поднимаемся. Ноги широко. Глубокий вдох. И выдох. Хорошо. Спину держим прямо. Поясничный отдел мы не прогибаем. Глубокий вдох. И выдох. Хорошо. Следим за тем, чтобы колени не выходили за носки. Опору ставим на пятки. Вдох. И выдох. Хорошо. Работаем еще четыре раза. Дышим глубоко. Отдыхание не задерживаем. Широко. И один. Молодцы. Собираем обе ноги вместе. Следующее упражнение мы выполним на мышцы спины. Выполняем упражнение «Тяга к животу». Средний хват в руках. Спина в наклоне. Колени присунуты. Дышим глубоко. Вдох. Локти вводим по корпусу. Выдох. Дышим глубоко. Вдох. И выдох. Работаем. Молодцы. Вдох. И выдох. Локти вводим точно назад. Спина прямая. Спину не округляем. Вдох. И выдох. Хорошо. Еще все вместе. Восемь раз. Спину не поднимаем. Спина работает в наклоне. Прекрасно. Вдох. Живот к животу. В средний хват. Четыре. Молодцы. Три. И один. Хорошо. И следующее упражнение. Третье выполним на мышцы рук. Становимся. Плечи. Раскрыты. Широкий хват в руках. Делаем глубокий вдох. Опускаем бодибар вниз. И выдох. Выталкиваем вверх. Хорошо. Работаем. Вдох. И выдох. Следим за поясничным отделом. Спина не прогибается в устойчивое положение. Хорошо. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Работаем. Все вместе. А. Прекрасно. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Дышим. Вдох. И выдох. Дыхание нам помогает. Еще так же. Четыре. Три. Два. И последний вдох. И выдох. Ну что, молодцы. Всем хорошего дня. Будьте здоровыми. В эфире «Правила Буравчика». И сегодня мы подготовимся к идеальному пикнику. Полетели. Начнем сразу с еды. Лучше оставить дома скоропортящиеся и тающие на солнце продукты. Сметану, майонез, молочные коктейли, морепродукты, мягкие сыры, сосиски, шоколад и торт. И если выпучканные в шоколаде руки не беда, то отравление – история, которая надолго отратит от любого пикника. По этой же причине не стоит мариновать шашлык в сметане или майонезе. Горячим блюдом можете перейти позже запланированного, и мясо банально испортится. Существует уйма безопасных маринадов. Например, уксусный, винный, лимонный или имбирный. На пикники всегда берут воду, попить, руки помыть, затушить угли. Если бутылки с водой предварительно заморозить, некоторое время они могут играть роль холодильника. Положите в сумку с замороженными бутылками продукты, свежесть которых нужно поддержать. Захватите с собой деревянную разделочную доску. Она не только выручит во время нарезки овощей и других продуктов, но и достойно представит хлеб, сыры и зелень в качестве серверочного блюда. Кормить всех подряд на пикнике совсем не обязательно. Корица, щедро рассыпанная по периметру стола, защитит еду от атаки муравьев, которые всегда где-то рядом, если речь идет о природе. Что касается посуды, то сейчас можно приобрести одноразовую посуду био. Она не только не загрязняет окружающую среду, но и разлагается всего за пару месяцев. Ну и закончим тоже едой. Десерт – логическое завершение любого застолья, включая посиделки на природе. Если торт, мороженое или желе отметаются сразу, пакет с маршмеллоу с собой прихватите. Пожарив его на манер шашлыка на огне, получите удивительно вкусное лакомство. С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. Сегодня 29 мая. В такой же весенний день 1854 года в газете «Самарские губернские ведомости» был опубликован материал о состоянии паводка на реке Волги. Вода в Волге задумалась и пошла на убыль. Нынешний разлив ее в вышину ниже прошлогоднего на несколько аршин. Сверху по Волге мимо Самары начали проходить барки с лесными изделиями. На Самарской пристани продолжается еще погрузка хлеба для сплава его в низовые и верхние пристани, сообщало издание. 29 мая 1922 года на повестке дня в губернии была борьба с голодом. По сообщению газеты «Правда» из Петрограда в Самару было отправлено 32 вагона хлеба, закупленного в Финляндии на церковной ценности. Тогда же в нескольких селах Самарской губернии побывала делегация Международного рабочего комитета помощи к голодающим при Коминтерне с целью ознакомления с последствиями голода. Ежегодно 29 мая чествуют ветеранов таможенной службы нашей страны. А еще сегодня день военного автомобилиста Вооруженных сил России, Международный день миротворцев ООН и даже Всемирный день здорового пищеварения. 29 мая в разные годы были рождены русский поэт Константин Батюшков, известные футболисты, экс-игроки сборной России Егор Титов и Андрей Аршавин, любимые многими актеры театра и кино Игорь Дмитриев, Александр Абдулов и другие знаменитости. В народном календаре 29 мая свой порядок наводил Федор Житник. Такое прозвище этот святой получил, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили крестьяне, у Житника забота – ячменное поле заборонить. Таким был в истории 29 день мая. Восхитительного настроения вам и удачи в делах. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Ты что это, Саш, заностальгировал? Да, хочется уже скорее на грушинский фестиваль поставить в лесу палатки, на звезды начинать смотреть песни под гитару петь, кашу с тушеночкой варить. Эх, в речке купаться, на травке валяться. Саш, я не понимаю, что тебе мешает просто взять друзей, палатки, выехать на природу и заниматься тем же самым, без грушинского фестиваля? Ольга, ну ничего ты не понимаешь. Без грушинского фестиваля совсем не то. Нет вот такой особой романтики. Так что все, я пошел готовиться, пойду стирать свой свитер, натирать до блеска миски. Да рано еще готовиться, Саш. В этом году грушинский фестиваль пройдет с 9 по 12 августа. Ну а пока предлагаю отвлечься и запустить воздушного змея вместе с Мариной Барковой. Ключ на старт. Три, два, один, пуск! На аэродроме Смышляевка ракеты взмывают в небо со скоростью 280 км в час. Совсем рядом рассекают воздух планеры, а над ними парят воздушные змеи. Каждый такой пуск – это месяцы инженерных работ и год ручного труда в мастерской. Мальчишки со всей области испытывают то же волнение, что и советские авиаконструкторы во время старта первых ракет. Большинство картонных макетов ребятни – это точные копии ракет, сконструированных отцом космонавтики Сергеем Королевым. Я занимаюсь примерно лет 6. И мне нравится просто запускать модели, собирать, придумывать что-то свое, а потом это испытывать, запускать, смотреть, как оно себя поведет. Чтобы собрать, там много ошибок можно допустить. И их нужно потом все эти ошибки исключать. Это будет достаточно трудно. И запускать тоже не совсем просто. Три, два, один. Каждая ракета под себя. Хоть они делаются по чертежам, но одинаковых ракет не бывает. Они все имеют свои нужды. Есть очень много модификаций ракет. Есть ракеты с лентой, есть с парашютом, есть модели копии, данная вот эта модель копия, вот, класса С-7. Есть ракетоплан, то есть 8 или 10 классов ракет. Почти все классы летательных аппаратов были представлены юными авиамоделистами на аэродроме Смышляевка. В каждой категории свои судьи и правила. У схематического планера учитывается время свободного полета, самодельной модели до касания земли. У метательного планера продолжительность полета. У воздушного змея угол установки леера. У ракеты моделей самая сложная система оценки. Дается стартовое время, в это стартовое время ракета должна взлететь. Она засекает, судя, время с момента старта до момента приземления, то есть на продолжительность. В первенстве Самарской области приняли участие 60 человек. 10 команд. Из Кенель, Черкас, Тольятти, Чапаевска, Самары и поселка Прибрежного. По итогам этого турнира юные авиамоделисты смогут отправиться на всероссийские соревнования. Марина Баркова, Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Утро губернии. Продолжаем фестиваль. Эти у нас в гостях ребята, которые разбираются в серьезных фестивалях. Михаил Савченко, руководитель фестиваля «Волга-фест» и его участники Олег Елисеев и «Паника деревья». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите. Этот фестиваль будет отличаться от предыдущих. Каждый год у «Волга-фест» есть какая-то тема. И тема этого года – это будущее. Мы называем фестиваль «Волга-фест» фестивалем будущего в этом году. И у нас будет три таких больших тематических площадки. Одна из них расположится на пляже. Она называется «Палеопляж». О ней, я думаю, немножко подробнее потом расскажет Олег. Большая площадка «Волконг» про смешение культур, различных визуальных коммуникациях между ними, которые курируют «Паника деревья». И еще большая площадка «Объект номер 0». Это все, что связано с космосом, с наукой, технологиями. Будет две сцены. Пройдет фестиваль ближайшие выходные 2-3 июня на второй очереди набережной города Самара с 12 до 10 вечера. Всех ждем. Давайте немножко тогда по площадкам пройдемся. Олег, расскажите, что у вас будет представлено. Ну, у нас будут представлены разные инсталляции, объекты из разных бытовых предметов. Таким лейтмотивом будут являться диваны. Диваны, как в нашем представлении, это такие большие штуки, очень пассивные, на которых люди после тяжелого трудового дня валяются, смотрят телевизор, да, или рано утром тоже просыпаются. И тут, когда мы все чуть-чуть меняем местами, мы говорим о том, что можно не только валяться на диване, но можно их и выгуливать, потому что в основном они находятся дома, в пыльных многоэтажках. И тут мы предлагаем всем, в общем, участникам, не только во время фестиваля, но и после заниматься такими вещами, как выгул диванов. То есть как вы выгуливаете... Да, это приветствуется. Вот. Ну и, соответственно, будут разные всякие активности. То есть мы будем запускать тапочки по таким сделанным каналам на пляже. Вот. Ну и много чего другого. Я не хочу просто рассказывать. Лучше-лучше прийти и, собственно, все увидеть. Отлично. Квартира перемещается на пляж, по факту. Да. А про балкон, к паник, расскажите нам, пожалуйста. Что ждет? Мы строим такой город будущего. Я тоже постараюсь объяснить так, чтобы вы ничего не поняли. В городе будущего мы предполагаем, что смешиваются все культуры. Здесь как бы постоянное движение. Вот как на рынках, когда съезжаются со всех стран гости, предлагают что-то свое местным жителям. Вот у нас тоже будет такой немножко город для мигрантов, где мы будем пытаться создать такую ситуацию, что каждый может себя там почувствовать, немного пожить там, почувствовать себя в такой дороге, может быть, даже скорее, дорога как вообще такой жизненный путь. Да, состояние. У нас будут создаваться монументы, которые посвящены... Вернее, даже один главный монумент будет. Он будет посвящен такому волжскому интернационалу. То есть мы предположили, что через годы, десятилетия все какие-то интересные представители разных наций приплыли по великим рекам в Самару. И мы воздвигнем такой монумент с одним очень именитым стрит-арт-художником и вообще художником. Презентуем прям вот первый день фестиваля. Это будет такой очень мощный день на нашей площадке. Много интересного будет в этот день. И закончится он и показом такой моды будущего. Мы предполагаем, что это уже не просто одежда, это некие такие скульптуры. Приезжает художник Роман Ермаков, приезжает художник Миша Мост, приезжает очень интересная не арт-группа «Месть», вместе с которой мы возводим приветственные башни. Что в них будет происходить, это тоже, в общем-то, зависит от гостей, от зрителей, от участников. Всех будем встречать, в общем, заниматься на мастер-классах, и создавать какие-то интересные объекты прямо в процессе вот этого первого дня. Это второе июня. Так что мы вас очень ждем. Конечно. Прожить этот день вместе. Волга-фест же, он славится тем, что это такой интерактивный фестиваль. И помимо того, что человек, который проходит по набережной, является зрителем, он может и поучаствовать в нем, что-то создать. Да, насколько будет вот эта возможность удовлетворена в этом году? Ну, практически все площадки предполагают какое-то участие зрителей. Но будет одна такая особенная история в этом году. Мы с нашими французскими друзьями приезжает художник, такой Левье Грастет, и он занимается тем, что строит большие такие монументальные объекты из картона. И вот мы решили, что можно построить на набережной. Вот мы решили строить маяк. Это будет большое сооружение от там 16-20 метров. На самом деле, максимальная высота больше даже зависит от того, насколько самарцы как-то соберутся и в этом поучаствуют. То есть там участвуют в постройке до тысячи человек. Это будет конструирование происходить вот 2 июня из больших таких картонных коробок. Коллективное такое действие. А 3 июня будет, я думаю, не менее зрелищное и веселое его деконструкция. Это тоже часть как бы этого действия. И в целом, мне кажется, что такой мощный объект на набережной станет вот в этом году тоже одной из таких приманок для Инстаграма, потому что, ну, это должно быть очень круто. А правильно понимаю, то, что Левье Грастет, в принципе, уже можно практически сейчас начать помогать, то есть не второго раньше. Да, на набережной сейчас уже стоит шатер, где происходит воркшоп, то есть там происходит заготовка вот этих вот самых картонных блоков. Там приятная атмосфера, можно в любой момент туда прийти, попить чаю, пообщаться с французскими гостями, собственно, поучаствовать вот в этой подготовке. И мы тоже, конечно, приглашаем всех, если у кого-то есть свободное время, которое хочется с пользой провести на набережной, подышать свежим воздухом и сделать что-то полезное, идти на набережную, находить недалеко от памятника Засекину большой шатер и, собственно, присоединяться к нашей такой международной команде. И заключительный вопрос. Для детишек будет программа какая-нибудь? Да, фестиваль остается таким семейным. У нас будет площадка Волгобукфест, где будет очень много различных активностей для детей. Приезжают прекрасные девушки из Пермского музея современного искусства, проект Чердак, у них площадка называется «Космическое путешествие», то есть там различные будут они делать… Космолеты в этом году будут делать. Космолеты, аксессуары, которые пригодятся в космосе, будут какие-то там у них массовые забеги. В общем, активности много для любой аудитории. Можно, если кто-то, ну вот, никак не хочет включаться в процесс, можно послушать лекцию. Лекции в этом году тоже, кстати, есть такое новшество, что они будут такие сложносоставные, будет не один лектор, а чаще всего два. Например, будет художник, который рассуждает о том, какое искусство может быть в космосе, и будет астрофизик, который, собственно, ему отвечает вообще реально, для того, что он придумал. Да, больше в формате дискуссий. То есть программа семейная, для широкой аудитории. Вечером второго дня, третьего числа у нас будет завершающее действие с театром Женрик Вапер. Это известный такой французский иммерсивный театр, который включает в себя тоже посетителей. А я думаю, это будет тоже ярко, шумно и весело. Правда, очень интересно, и хорошо, что осталось ждать совсем немного. Напоминаю, 2-3 июня. Друзья, выходите на набережную и участвуйте в фестивале Волга-фест. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжаем нашу программу и вернем в студию совсем скоро. В эфире новости губернии. В студии Алена Власова. Здравствуйте. Ход весь они посевной и вопросы о создании новых рабочих мест глава региона обсудила с руководством компании «Биотон». Сейчас она является одним из крупнейших сельхозпроизводителей региона. С работой предприятия Дмитрий Азаров познакомился в середине мая во время визитов в Челновершинский район. Благодаря применению эффективных технологий земледелия и использованию современной техники, компания ежегодно получает стабильно высокие урожаи. У аграриев были некоторые сложности с посевной из-за погодных условий. Сейчас проблема решена. Упущенные сроки удалось наверстать. Уже до 30 мая работы будут завершены. Об этом руководителю области сообщила генеральный директор компании Ирина Логачева. В планах увеличения числа емкостей и площадей для хранения урожая также обсуждали возможность расширения штата сотрудников предприятия. Сейчас «Биотон» обеспечивает работой свыше 1100 сельских жителей. Но уже в ближайшей перспективе число занятых увеличится. Полгода назад компания выкупила элеватор и завод комбикорма «Правиме», расположенный в Безенчукском районе. Прежний собственник, американская фирма «Каргилл» остановила производство. Уже людей мы восстанавливаем. Весь состав, который там был, трудовых ресурсов мы сохранили. Людей сейчас 30 человек приняли дополнительно. У нас были проблемы с тем, что… То есть это новые рабочие места? Вот. И как бы это еще не предел, потому что оборудование сушильное мы завезли дополнительно. Сейчас будем монтировать. Со дня на день мы ждем получения лицензии. Вы создаете рабочие места, создаете доходы в виде зарплаты, которые позволяют вот тысячам граждан России, проживающих на территории области, иметь устойчивый доход. Каждое новое рабочее место на селе – это зона нашего приоритета. Особое внимание я готов сегодня более подробно проговорить, конечно, и о новых проектах. Узнать о бизнес-трендах региона и страны, найти новых партнеров и прокачать свои управленческие компетенции. Сегодня на базе технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти пройдет масштабный областной форум «Линия успеха». В нем примут участие молодые предприниматели, владельцы компании, представители органов власти и структур поддержки бизнеса. Слушатели ждут интерактивные выставки, встречи по обмену опытом и мастер-классы от профессионалов в различных сферах. В Самаре прошел чемпионат области по футзалу среди глухих. Шесть команд устроили бескомпромиссную борьбу на площадке с обилием красивых комбинаций и опасных моментов. Лучшие игроки имеют шанс попасть в сборную России. Об успехах «Волжан» на всероссийской и международной аренах расскажет Антон Вашурин. Здесь не слышно подсказок и криков. Все футболисты понимают друг друга без слов. У них ограничения по слуху, но это не мешает разыгрывать невероятные комбинации. Среди шести коллективов турнира фаворит «Сдюшор» номер 9, где каждый член сборной Самарской области, а кто-то играет и в юношеской команде России. Сначала я вообще не ожидал, что попаду в сборную. Я просто играл в футбол, наслаждался этим. То есть я не думал о перспективах на будущее. Я как бы попал в сборную России. У меня первое впечатление было, просто шок. Я просто не мог поверить. Совсем скоро они окажутся во взрослой сборной Самарской области. Сейчас там идет омоложение состава. В этом году юниорская команда завоевала золото первенства России, проделав долгий и тернистый путь к успеху. Чувствуя удовольствие, что играть научились ребята, что играет и выигрывает. То есть юноши три года назад были третьими, потом опять третьими, потом в прошлом году вторые, а в этом году уже первые. Всего в сборных России 11 самарских спортсменов. Двое из них в основной команде. Совсем недавно она проводила отборочный матч к чемпионату Европы с Голландией в гостях из Бельгии дома. Выиграв обе встречи с крупным счетом, россияне получили прямую путевку на главный для них турнир континента. Он состоится в следующем году. Два спортсмена входит в основной состав взрослой сборной. И два из них молодых входит в резерв взрослой сборной. И также у нас семь человек. Вот семь человек у нас входит. Они юношеский состав сборной России. И вот 16 июля они едут на сборы, на подготовку к первенству Европы. Молодежное первенство Европы пройдет в августе в Польше. Два года назад самарцы в составе сборной России уже участвовали в турнире, но заняли лишь четвертое место. Теперь задача оказаться в тройке призеров. Антон Вашурин, Александр Дудко. Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниитв.ру Доброе утро, губернии. В студии по-прежнему Саша Кондратьев. И Катя Перка. Мы продолжаем фестиваль. И сейчас расскажем о самых интересных фестивалях губерний. Совсем скоро, 2 и 3 июня, на Самарской набережной пройдет фестиваль набережных Волга-фест. Главный акцент фестиваля — это культура участия. Здесь вы можете стать не только зрителями уличных спектаклей и музыкальных сцен, но и создать костюм будущего, запустить воздушных змеев и даже выгулить свой диван. Одним из самых ярких моментов фестиваля станет возведение огромного многоэтажного маяка из картона. Все посетители фестиваля смогут присоединиться к этому масштабному строительству вместе с французским художником Оливье Грастетом. Еще один культовый фестиваль нашей губернии — пластилиновый дождь в фестивале уличного искусства. На два дня площадка фестиваля превращается в настоящий стимпанк-городок с необычными объектами из движущихся шестеренок и часовых механизмов. Каждый год на фестиваль съезжают с уличной артисты и театры не только со всей России, но и мира. Для любителей гастрономического отдыха у нас в губернии проходит целых два фестиваля. Сызранский помидор, где можно продегустировать не только спелые томаты, но и разнообразные заготовки. И жигулевская вишня, где традиционно угощают щедрым куском вишневого пирога. Фестивальная поляна радует жителей губернии множеством музыкальных событий. Самый известный из них — это Грушинский фестиваль со старыми добрыми посиделками у костра и песнями под гитару. А также фестиваль Метафест — фестиваль всего живого, где можно приобщиться не только к отдыху на природе, но и к современной музыке со всех уголков России. Любители музыки по достоинству оценят фестиваль классической музыки и искусств «Тремоло», который проходит в Тольятти. В эти дни автоград превращается в настоящие подмостки, сцены и наполняется именитыми солистами, дирижерами, которые аплодируют прекрасной публике. Фестивалей уйма. Фестиваль «Не хочу». А как фестиваль «Жители губернии» — сейчас узнаем. Ходить на фестивали? Фестивали, проводить фестиваль. Праздновать какой-то необычный праздник, где куча эмоций позитивных, много народу веселятся. Может быть, что-то отмечать, праздновать. Если перевести, так сказать, на современный манер, ну, потусить. Проводить фестивали. Фестивалить, танцевать, праздновать. В принципе, веселье, всякие конкурсы. Веселиться, развлекаться, радоваться жизни. Что-то вроде народного гуляния, организованного. Большое скопление народу, очень громкая музыка, очень весело, задорно, все ярко. Вообще, как бы слово фестиваль, это значит, какое-то мероприятие яркое, радостное. Наш коллектив активно принимает участие в различных фестивалях и становится обладателем престижных премий. Театр Грани из Новокуйбышевска в этом году стал победителем «Золотой маски» за лучшую работу художника по костюмам. А режиссер театра Денис Бакурадзе номинировался на премию «Лучшая работа режиссера». А буквально на днях Самарский академический театр драмы имени Горького вернулся с победы с театрального фестиваля имени Рыбакова. А наши кукольники вернулись из Набережных Челнов с победой в шестом международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка-2018». Ура! Поздравляем! Саш, а ты что призадумался? Да вот думаю, на какой бы фестиваль отправить Статьяну Пецину, чтобы она тоже приз получила. Глядишь, со мной поделится. За последние пять лет Самара сильно преобразилась. Неотъемлемой частью улиц и проспектов стали памятники. Чтобы создать скульптуру, необязательно быть профессиональным архитектором. Достаточно иметь умелые руки и желание украсить родной город. Улица Подшипниковая преобразилась совсем недавно. В середине мая на участке от Масленникова до Артиллерийской установили сразу три арт-объекта. Глобус, футбольный мяч и черепаха Тортилла сделаны из железа. Постарались сотрудники коммунальных служб. Благодаря им местные жители стали называть это место «аллеей хорошего настроения». Даже деревья здесь всех цветов радуги. Желто-черный робот Бамблби внешне ничем не уступает своему мультяшному прототипу. Но трансформироваться в машину все же не умеет. Дело в том, что эта конструкция монолитная, собрана мастерами из старых автозапчастей. А из старых деревьев можно вырезать даму с собачкой. Такой скульптурой площадку для выгла домашних животных украсил Сергей Ключников. Сотрудник самарских парков создает из выбракованных вязов и кленов произведение искусства. Один из последних шедевров «Два ангела». Женщина держит на руках маленького ребенка, как символ благополучия, умиротворения и дружбы. Еще один ангел приземлился в Самаре на улице Молодогвардейской. Здесь в свое время поработал 17-летний школьник Арсений Марушев, который решил дать старому дереву новую жизнь. И, надо сказать, у него это получилось. Скульптура до сих пор вызывает восхищение у прохожих. А эта скульптура не только восхищает, но и исполняет желания. Такая идея принадлежит Анне Зориной. Девушка захотела украсить улицу Челюскинцев гипсовой рыбкой. Где ей еще место, как не на спуске к набережной Волги. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». Утро губернии. Друзья, мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Марина Ерофеева, продюсер международного фестиваля «Барабаны мира», Елена Суслова, арт-директор международного фестиваля «Барабаны мира» и Алексей Ерофеев, организатор этого фестиваля прекрасного. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, с самого начала зарядили нас уже позитивной энергией. Ваш фестиваль можно, мне кажется, назвать старейшим фестивалем губернии. Столько лет вы уже проводите это грандиозное событие. Что будет в этом году? Раскрывайте тайны. Все раскрывается. В этом году мы празднуем юбилей и дарим очень много подарков. У нас впервые, ну, как бы, беспрецедентное количество ведущих, гостей. К нам уже едут участники с основных крупных городов России и с ближнего зарубежья. В этом году мы успел с нашей мечтой, к нам приезжают барабаны Кавказа. Еще никогда не было мастер-классов кавказских барабанщиков. И в этом году ездит совершенно удивительный мастер, который делает сам барабаны и везет с собой своего отца, кавказского Аксакала. Прям с гор. Да, который передаст традицию барабанную кавказских народов. И там интересный такой момент есть, что кавказский барабанщик, он просто, когда играет на барабане, он живет, рассказывает целые истории и без барабана немыслимо ни одно событие. Вот они рассказывают, что после того, как кавказский барабанщик поиграл несколько часов подряд, у него обычно у нас руки устают, а у них очень сильно встает лицо, потому что все это время они обязаны и улыбаться еще при этом. Так что мы очень их ждем. Когда и где состоится фестиваль? В этом году фестиваль состоится в нашем любимом месте, особенно иногородние гости любят приезжать в красивейшее место на берег Волги, это Федоровский луга, база отдыха «Транспортник». В этом году фестиваль будет на втором месте. А звучит нам даты. Даты с 29 июня по 1 июля международный фестиваль барабаны мира, а традиционно до этого пять дней будет идти барабанный лагерь, где ведущие из разных-разных стран с утра до глубокой ночи ведут мастер-классы по традициям своих народов. Как можно стать участником фестиваля? Расскажите вам. Для этого достаточно просто купить билет, билеты продаются онлайн, или же есть турагентство «Чемпион» и в Самаре, и в Тольятти, где билеты можно купить, просто приехать и купить билеты. А для тех, кто хочет провести свой мастер-класс, например, тоже в этом строится? Как раз можно обращаться ко мне. И в нашей группе мы, все социальные сети, мы постоянно в них находимся, отвечаем с радостью на вопросы, достаточно просто подать заявку. Мы ее рассматриваем, и в случае, если музыканты, артисты, ведущие подходят под наш формат, мы обязательно их берем, приглашаем на фестиваль, и всем выделяем место в галоконцерте. И вот мы ждем всех творческих людей, фаер-шоу, акробатов, музыкантов, танцоров. Не только барабанов. Не только барабанщиков. Барабаны, они объединяют. Они объединяют многие современные этнические традиции. Алексей, что для вас этот фестиваль, и будет ли этот фестиваль отличаться от других предыдущих, вот как-то внутренне? Конечно, фестиваль этот будет отличаться. Моя работа заключается в том, чтобы теневая, чтобы организовать все изнутри. Вы серый кардинал фестиваля. На самом деле, для меня каждый год фестиваль проходит незаметно, потому что в пылу работы вот этого какого-то теневого труда попасть не получается. Надеюсь, в этом году я смогу посетить все мастер-классы, куда-то сходить. Как обычно, организаторы фестиваля не чувствуют фестиваль, они работают все это время. Потом с удовольствием смотрим всего на фотографии, на видеотчетах. В этом году будет очень хорошо организованы помимо музыкальной части развлекательные катания на лодках, на ялах, на байдарках, детские площадки, танцевальные площадки, мастер-классы по танцам. Будет 4 площадки у нас с мастер-классами в разные, которые параллельно будут идти. Ну, вроде так, все. 4 площадки только барабанные, а еще много танцевальных, еще очень большая площадка саморазвития работает. И вот интересно, что у нас в этом году новая тоже находка, это вот волшебные японские шары темари. И помимо того, что в России же год в Японии идет, у нас много лет подряд к нам приезжает удивительный коллектив, такой самобытный из Иркутска. И их руководитель был, учился полгода в Японии. Именно вот в тех культовых местах, где японские барабанщики взращиваются. И она привезет вот эту японскую культуру нам и будет преподавать ее на фестивале. Так что это интересно. И вот нам хотелось бы еще сказать про эти японские шары темари. Это тоже были шары японских принцесс. В настоящее время у них очень необычные и много способов их использования. Поэтому вот мы сейчас покажем. Давайте. Давайте мы тоже попробуем. Их можно использовать. Они музыкальные. Каждый шар звучит особенным образом. Внутри есть колокольчик. Ага, слышно колокольчик. Вы можете просто вместе с Лешей держать ровно ритинами. Уже, конечно, сказали, что мы можем. Продолжение следует... Какой релаксант, прям классно. Можно медитации проводить, я думаю, не без этого. Да, для медитации тоже они хорошо подходят, помимо того, что они могут в музыкальных номерах звучать. Помимо гостей из Кавказа и знакомства с этими японскими шарами, что еще будет? У нас в этом году два уникальных мастера из Ирана приезжают. Первый раз у нас Иран представлен на фестивале, и мы очень рассчитываем. У нас последние года полюбились участникам необычные барабаны. То есть первые года были африканские, восточные, но этого много очень уже. И вот сейчас привозят необычные инструменты, вот везут они инструмент DAF, это рамочный барабан. Он похож на тот барабан, на котором Алексей играл вначале. На них играют руками. Эти барабаны, они как бы имеют совершенно такой волшебный тоже звук. А я могу просто перечислить только страны, чтобы вы подокунулись в мир. Какие масштабы, какие нас, как Марина уже сказала, Иран, Ливан, Южная Африка, Швеция, Латвия, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Турция. Швеция, кого я вспомнила на вскидку. То есть у нас более 13 стран мира. Ну, конечно, Россия. Россия у нас едет от Новосибирска, Барнаул, Пенза, вообще все крупные города. Но вот от Калининграда до Новосибирска к нам приезжают. Все со своими барабанами. Все со своими барабанами. А тем, у кого слишком тяжело вести свои барабаны, мы даем свои. Да, вот таким вот так вот. Расскажите, помимо того, что можно научиться на барабанах играть, а можно научиться их делать там прямо на фестивале? О, прям делать? Да, нет? Ну, у нас вот есть такой старожил фестиваля, который его очень любят зрители, тоже Нил Силли, очаровательный ведущий, который учит играть на африканских барабанах. Ну, вот он периодически пытается там на фестивале смастерить что-то из подручных средств. Он отправляет людей искать инструменты в округе. То есть получает звук. Да, такие импровизированные инструменты нам удается там сделать тоже. Мне кажется, отлично. Да, настоящий барабан изготовить, это довольно долгий и сложный процесс, то есть за неделю этому не научишься, этому надо посвятить год, ну, месяцы хотя бы учебы, да. Отлично. Итак, барабаны мира совсем скоро. Ждем всех гостей, наших телезрителей. Приезжайте обязательно. И предлагаю еще устроить такой аккорд. Да, и мы же забыли сказать о том, что мы, основная идея нашего фестиваля, да, играют все. И это правда играют все. Вот сейчас мы предлагаем вам сыграть вместе с нами. Людям научиться, берите по барабану. Вот, давайте я вас научу. Скажите, а кто-то из вас есть, кто ни разу не играл на барабан? Мы бьем, есть у нас в центре басовый звук барабана, да, отлично. И по краю, если мы ударим кончиками пальцев, звук будет высокий, да, другой, да. И сейчас мы, я вам предлагаю выучить такой ритм, который вы наверняка слышали по радио, раз, много раз за свою жизнь, он звучит таким образом. Бас, бас, тон. То есть всего три удара. Поехали. Да, и вы продолжаете, а я немножко буду добавлять. Браво! Спасибо вам большое. Здорово, здорово. Барабаны мира совсем скоро. Мы продолжаем нашу программу. И впереди Елена Шишкина, которая побывала на фестивале прессы. Рада поделиться своими эмоциями с нами. Юбилейный 25-й фестиваль прессы в год столетия Союза журналистов самарцы отметили в обновленном Строковском саду. Старейший парк города стал еще зеленее и наряднее. И даже прохладный ветер не смог испортить настроение горожанам. Тысячи людей пришли провести этот день с редакциями любимых телеканалов и газет. Традиционно площадка телерадиокомпании «Губерния» стала одной из самых популярных. Программу праздника вели любимые зрителями утренние ведущие Саша Байдачная и Антон Скиба и диджей радио «Губерния» Екатерина Богомолова. Саша Байдачная и ее подопечный детский коллектив «Гран-при» открыли концертную программу песней «Достояние губерния». Добавили хорошего настроения и подарки от партнеров акции, например, компания «Саратов Холод Плюс». Для нас это первое мероприятие в Самаре, потому что филиал у нас здесь работает всего лишь только год. И мы рады были дать продегустировать нашу продукцию жителям города Самары. И надеемся, что в дальнейшем наш продукт завоюет сердца покупателей, как больших, так и маленьких. Бесплатное мороженое, бесплатная пицца и сахарная вата – это, конечно, здорово. Но не меньше радости принесли познавательные приключения в парке чудес «Галилео» с умными экспонатами и лабиринтами, полными научных чудес. Не забыли в этот день и о главном событии этого лета – чемпионате мира по футболу. Телерадиокомпания «Губерния» совместно с футбольным клубом «Крылья Советов» провела конкурс детских рисунков «Я рисую футбол». Жюри столкнулась с невероятно сложной задачей – выбрать среди почти 400 замечательных работ победителей в трех возрастных номинациях. Учитывали все – от техники исполнения до оригинальности идей. На рисунки я хотела передать, что я была очень рада, когда узнала, что в нашем городе будет проходить чемпионат мира. Я не думала, что я, конечно, что-то выиграю, но это меня очень обрадовало. А как это было рисуешь? С первого класса, с семи лет. Благодаря нашему партнеру сети магазинов «Мои любимые игрушки» все победители получили замечательные подарки на память. Само количество рисунков, которые прислали дети на этот конкурс, уже говорит о том, что они неравнодушны к тому, что происходит в преддверии чемпионата. Хотелось вместе с телерадиокомпанией «Куперния» поддержать юных талантов. Мы выбрали им подарки за лучшие работы. Надеюсь, что все остались довольны. Ну а рисунки, конечно, впечатлили, насколько они проявили свою фантазию. Но и тем ребятам, кто остался пока без подарка, рано отчаиваться. Ведь мы продолжаем конкурс и объявляем старт народного голосования, который определит еще по одному победителю в каждой номинации. Этим счастливчикам достанется по коробке мороженого. Телерадиокомпания «Куперния» выражает благодарность всем, кто помогал делать этот праздник. В том числе Федерации черлидинга Самарской области, областной ассоциации брэкданса, танцевальной школе ТАИС и всем-всем-всем, кто делал этот день незабываемым. Благодаря вам площадка телерадиокомпания «Куперния» была признана лучшей на этом празднике. Елена Шишкина, Роман Апарин, «Утро губернии». На этом все. Всем хорошего дня. И не пропускайте ни одного фестиваля. С вами были Катя Перка. И Саш Кондратьев. Пока-пока. Слушай, Катя, я придумал гениальный фест. Кондрафест. Саш, тебе не кажется, что даже название звучит странно? Про содержание я уже вообще молчу. Так, хорошо. А как тебе фестиваль имени Александра Кондратьева? Сашка-фест. Сашка-кондрашка-фест. Кондратьев-фестиваль. Я больше не могу это терпеть, Саш. Нет, нет, нет. Надежда ведущим предоставлена «Дома моды» Маши Горячевой. Продолжение следует... Продолжение следует...